Здравствуйте, дорогие друзья! Завтра вечером у нас начинается праздник Шивот, праздник дарования нашей с вами Торы, святой Торы. Тот праздник, который делает нас народом, тот праздник, без которого мы не можем представить вообще наше существование, существование всего мира. В этот праздник есть несколько обычаев. Один из этих обычаев, который вошел в традицию и очень важен, стал важен, это кушать молочное. Мы кушаем молочные продукты. Поедание молочных продуктов является чем-то необходимым в этот праздник, из которого мы сейчас не можем представить современный праздник. Мы не можем представить, как можно праздновать Шивот без молочных продуктов. И если мы живем в Израиле, мы знаем разнообразие молочных продуктов. Уже молочные компании перед Шивотом они уже потирают руки, чувствуя свой доход. Вот такой обычай в еврейском народе кушать молочную пищу именно в праздник Шивот. Откуда этот обычай пошел? И это не просто обычай, в Шухонуроке пишется, что принято делать молочную трапезу. И это вызывает определенный ряд проблем у нас в праздник Шивот. Почему? Потому что очень важно кушать именно мясную трапезу. Именно мясная трапеза является чем-то особенным в еврейской традиции. Именно про мясную трапезу именно и сказано, что мясная трапеза является основой трапезы. И в Шивот есть заповедь именно правильно покушать там, и мы пытаемся поесть. Но вот мы поговорим именно о молочном обычае. Что же значит молочная еда? Откуда этот обычай пошел? И это вызывает у нас несколько вопросов. И первое. Мы начинаем. Молочная трапеза как таковая объясняется, как она пошла. Еврейский народ должен был получать тору. Он подошел на гору Синай, получил тору. И что в торе? Какие законы есть? В торе есть важность каширования мяса. Теперь всех деталей каширования как бы они еще не знали, не могли. Не было кашерной посуды, не было кашерного мяса. И, следовательно, все, что они приготовили до этого, стало не кашерным, так говорит Алмуд. Им нужно было быстро приготовить какую-то еду и отпраздновать. И они сделали молочную трапезу. Они приготовили громаднейшую молочную трапезу и отпраздновали. И на это у меня много лет был вопрос, пока я не попалась. То есть у меня беседа Рэбэ одна интересная. То есть вопрос, который вызывает у многих людей. Мы знаем, что в торе у Медраши говорится, что еврейские праотцы, наши праотцы, Абрам, Ицхак и Яков, они все соблюдали тору. Мы знаем знаменитую историю в торе, что сначала они подавали молочное, потом мясное, когда Абрам встречал гостей, потом мы видим еще в других местах. Почему? Потому что важно было разделение молочного и мясного. Значит, уже Абрам знал, что молочное и мясное должно быть отдельно. То есть еще есть там Медраши, которые рассказывают, что Абрам должен был откошировать это мясо. И он знал, что такое кошерное мясо. Мало ли, что он знал, что такое кошерное мясо объясняет не только то, что касается мяса, то, что касается вообще всей торы, наши праотцы соблюдали еще до дарования. А вы спросите, а как же они это соблюдали? Сейчас не эта тема, но тем не менее, скажем, примерно там Тфилин они делали духовно. Они брали там палочки, уложили эти палочки к руке, прикладывали и плюс еще там. И они спускали такой духовный большой свет. То есть они даже Тфилин, даже все вещи, они соблюдали, почему некоторые вещи они не сделали. Пишутся, почему Абрам не сделал обрезание. Это отдельная беседа, мы по ней обязательно поговорим, что он ждал именно от Всевышнего, что будет приказы. Это очень важно. Есть много разных комментариев на эту тему, но нас интересует простой вопрос. Если наши праотцы соблюдали торы, если еще известно было у Шема и у Эвера в Ишиве, что такое торы. Если уже знали, что тора впоследствии запретит кушать некошерное мясо. Неужели Египет так повлиял на еврейский народ, что не осталось евреев, которые не знали, как правильно себя вести к паторе. Понятно, что все знали, что такое кошерное мясо, и все знали, как себя вести. И что значит произошло с нами праздник Шавот такого. Почему вдруг, мы говорим, ой, молочка, почему вдруг нас интересует молочная трапеза. Как же нам соответствует то, что мы сейчас сказали. Как же соответствует тому, что мы сейчас сказали. Какое соответствие. В чем же соответствие тому, что мы сейчас сказали. В том, что евреи не знали, что кушать. Да, что не знали, как приготовить кошерную пищу. Конечно, они знали, как приготовить кошерную пищу. Конечно, они знали, как приготовить кошерную пищу. Конечно, они это все прекрасно понимали. И, конечно, для них это был не вопрос. Но что же произошло тогда, что заставило нас делать вот эту табычу? В чем их предыдущая еда была не кошерная? Еще для того, чтобы это понять, нужно понимать, что такое Тора и что Тора делает с евреем. До дарования Торы мы не были единым народом. Мы были семьей, семьей, в которой передавались традиции. И все наши заповеди, до дарования Торы, они имели совсем другой статус. Как пишется, что не спустится, что верхняя не спускалась к нижнему, а нижние не поднимались к верхнему. То есть кесарево-кесарево, как мы говорим, что физический мир и материальный мир, они не объединялись. Не было полного объединения между физическим миром и не было объединения между материальным миром. После дарования Торы произошло вот это вот соитие. Соитие материального мира и духовного мира. Всевышний облег себя в материальные вещи. Он дал нам союз. И после союза, который мы заключили, мы стали совсем другими людьми. У нас стал совсем другой уровень. Мы стали народом Бога. И у нас есть уже союз, который позволил духовному воплощаться в материальном. И поэтому все то соблюдение Торы, которое делали наши праотцы до дарования Торы, оно стояло на другой ступени. Это был добровольный факт принятия Ерма Небес на себя. И это ни к чему не обязывало. Но самое важное, что если сейчас, скажем, к примеру, мы оденем тфелин, да, и человек ничего не почувствовал, пришел Равин Шмуэль, там, и одел кому-то тфелин. Он говорит, ну, что того, что я одел тфелин, я что-то почувствовал? Отвечаю, неважно. Нас не интересует, что ты почувствовал или не почувствовал. Так как Всевышний воплотил себя в материальный мир. Он воплотил себя в этот кожаный тфелин. Он воплотил себя в кусок кожи, да, коровы, да, то есть он дал эту божественную искру. И с момента дарования Торы, когда ты одеваешь тфелин, ты проявляешь огромное, огромное божественное движение. И святость поднимает этот материальный мир, ты поднимаешь этот материальный мир. И этот духовный свет, который ты спускаешь, и та искра, которую ты освобождаешь, она настолько огромная, что даже не чувствуя того, что ты это сделал и ради чего это сделал, ты выполняешь задумку Всевышнего, и тем самым ты, выполняя его волю, да, ты поднимаешь этот материальный мир на другую ступень. До дарования Торы этого всего не было. До дарования Торы этого всего не было. Что значит, что до дарования Торы этого всего не было? И наше соблюдение Торы и заповедей до дарования Торы не делало нас народом. Мы еще не были единым народом. Народом нас делало именно дарование Торы. Если вы посмотрите на различных евреев, где бы они ни жили, что такое народ? Народ это объединенное общество чем-то, каким-то фактором. У них есть своя земля, у них есть свое государство, скажем, по примеру. У них есть свои обычаи. Есть много факторов. У еврейского народа всего этого не было. Мы не имели это все многие промежутки лет. У нас этого не было, этой возможности. У нас не было своего государства. У нас не было своей территории, что делает народ народом. У нас, как бы, американцы, они называют себя уже народом, у них есть своя территория. Они говорят американский народ. Но что такое американский народ или казахстанский народ? Это совокупность народов, которые объединяют различные факторы. Что же объединяет еврейский народ как народ? Это Тора. Если вы возьмете еврея, живущего в Марокко, или еврея, живущего в другой стране, в Казахстане, в России, в Украине, в любой другой стране, то что нас объединяет? Это Тора. У нас одинаковые обычаи. Ну, в обычаях есть, может, маленькая разница. Это связано с тем местом, где выросли. Но Тора одинаковые, законы одинаковые. Для всех запрещено нарушать шаббат, для всех запрещено делать разные вещи, которые запрещает Тора. То есть Тора нас сделала народом, Тора нас объединила. До дарования Торы мы не были народом. Мало лишь того, что где давалась Тора? Тора давалась на горе Синай. На горе Синай, именно в пустыне, потому что в пустыне было то место, в которое каждый человек мог прийти и стать частью еврейского народа. Когда же еврейский народ стал народом, именно после дарования Торы национальность начала передаваться по маме. Именно по маме мы начали приобретать вот такую добавочную еврейскую душу, которая передается с рождения. Оно происходило только после дарования Торы. Что же касается до дарования Торы, Авраам был первым евреем. Помните знаменитый анекдот? Скажите, а кто у вас в роду еврей? Нет, я первый. Ну, такая шуточная история. Я первый еврей в нашем роду. И Авраам действительно мог сказать, я первый еврей в нашем роду. Первый еврей. И действительно не было такого понятия национальности еврейский народ. Был Авраам, который веровал в единого Бога. И после этого произошли евреи. Это была одна семья, которая продолжала верить. И еврейское самосознание, еврейская душа, это было такое наличие как подарком от Всевышнего у некоторых конкретных людей. Эти люди, это были как Авраам, как Ицхак, как Яаков, как Сара, как Рахель, наши праматери. Это были отдельные люди. Скажем, еще один пример, что Авраам и Сара, они воспитывали много учеников. У них было очень много учеников, которые они воспитывали. Но как только процесс дарования, как только ушел Авраам, все люди, большинство людей вернулось на тот же путь, который они были до Авраама. И поэтому мы видим, что до дарования Торы и после дарования Торы, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. То есть, то соблюдение, которое было до дарования Торы, не делало народ народом. Да, это было просто объединение конкретных людей, клуб по интересам, скажем, да. Это был еврейский клуб, это был семейный клуб по интересам, обычаи одной семьи. После дарования Торы, как мы говорили, любой человек может присоединиться к еврейскому народу. И именно очень удивительно, что в праздник Шамула читается Магилат Рут, который рассказывает о Георре, о процессе Геюра даже как такового. Что она приходит и принимает еврейство, да. Женщина пришла и приняла еврейство, говорит о Георре, о том, что приходит в еврейство. Какая связь с приходом в еврейство, да. Почему именно Тора говорит именно в этой недельной, не недельной главе, именно в праздник Шамула читается Магилат Рут. Потому что Магилат Рут была той женщиной, которая пришла в еврейский народ. Это говорит, что дарование Торы, любой человек, который хотел прийти в еврейский народ, он становился частью неразрывно еврейского народа. И независимо от того, кто были его родители. И это говорит, что до дарования Тора у нас вообще не было понятия, что такое еврейский народ. Еврейский народ появился только после дарования Торы. Любой человек, который хочет присоединиться к нашему народу, и присоединение к нашему народу является, соблюдение Торы является именно тем необходимым условием для присоединения к еврейскому народу. Именно процесс Геюра, процесс перехода в еврейство, это связан процесс принятия на себя власти Всевышнего и веры в единого Бога. Это называется принятие еврейства. А не какой-то, там, я не знаю, если человек сделает какой-то обычай, да, помните, как в этом анекдоте, знаменитый анекдот, когда я его, по-моему, рассказывал уже, не дай бог, еврей решил креститься, да, там ему предложили большие деньги, там были большие проблемы, не дай бог, он решил креститься. И вот приходит к нему поп и говорит, слушай, я тебя крещу и дам то, что я пообещал с одним условием, что ты будешь настоящим верующим, да, что ты будешь соблюдать там, как бы, то есть это будет у тебя не просто там крестили, и крестили, потому что это будет серьезно, он говорит, да, 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 конечно. Он говорит, делает этот процесс и говорит, ну, теперь у нас идет праздник, да, сейчас у нас начинается праздник, это праздник у нас пост, и нельзя кушать мясо. Он говорит, ты не можешь кушать мясо, я приду, проверю. Приходит он кушать мясо, он говорит, что значит ты кушаешь мясо. Он говорит, ты знаешь, я взял кисточку, обмакнул ее в воду, попрызгал и сказал, было мясо, стало рыбой. Он смеется, говорит, ты что, издеваешься надо мной? Говорит, что значит оно было мясом, а стало рыбой? Он говорит, а что ты вчера сделал? Ты взял кисточку, побрызгал на еврея и сказал, был еврей, а сейчас ты не еврей. Говорит, еще то же самое, он говорит. И поэтому от того, что кто-то на нас побрызгал чем-то или еще что-то, оно не мешает, то есть оно не меняет сущности наши. У нас другая сущность, еврейская сущность. После дарования Торы у нас есть своя сущность. Мы стали еврейским народом, чем-то одним большим целым. И это целое, это еврейский народ. И это еврейский народ, которым мы являемся. Тот еврейский народ, который является носителем Торы. Мы ноги Торы, мы получили Тору. Поэтому важно, и здесь становится понятно, что произошло. Пишется, что дарование Торы сделал нас народом. Мы как будто бы, весь еврейский народ, это самое важное, как будто бы принял Гиюр. Мы приняли еврейство. До этого мы не были евреями, мы приняли еврейство. А что требуют законы для людей, которые приняли еврейство? То есть есть очень интересный момент. Знаете, я вспомнил тоже еще один анекдот на эту тему. Когда один еврей решил жениться на нееврейке. Звонит маме, говорит, мама, я хочу жениться на нееврейке. Она говорит, не женись на нееврейке. Он говорит, мама, объясни причины. Не женись, ты сам увидишь. Он говорит, нет, я все-таки женюсь. Короче, он женился на нееврейке. И вдруг он начинает звонить маме. Мама, я не могу понять, она начинает соблюдать шаббат. Она требует, чтобы я не ездил на машине. Говорит, мама. Потом он звонит еще раз, говорит, она требует, чтобы я не говорил по телефону в шаббат. Мама, она заставляет кушать меня кошерную пищу. Мама, она меня уже досталась вот этим еврейством. А мама говорит, а что я тебе говорил? Я тебе говорил, не женись на нееврейке. Да, то есть, и очень интересный такой момент, да, что пока человек не принял на себя еврейство, пока он еще не еврей, он не может выполнять еврейские заповеди. Да, то есть, и то, что он выполняет, является добровольным, его добровольной волей. И оно не является его обязанностью. Поэтому те заповеди, которые он соблюдает, это он соблюдает для себя, они не могут вывести, то есть, они не могут, он не может их сделать для другого еврея, скажем, он не может сделать кедуш для еврея, да, потому что он не является евреем, и он не может для нас сделать кедуш. Он не может окунуть для нас посуду у миквы, да, потому что она, он не еврей, он не обязан в этих заповедях, и, следовательно, эти заповеди к нему не относятся, и так далее. Он не может сделать шхиту, он не может написать мизузу, потому что Всевышний его не заповедовал эти заповеди, и поэтому это не является для него заповеди. И здесь мы приходим к нашему ответу, что еврейский народ это были как люди, которые были на пути к принятию еврейства. Геры, праведные геры, которые еще не стали герами. Теперь они могут соблюдать всю Тору, у них может быть кошерная посуда, у них может быть кошерное мясо, у них может быть все кошерное. Но пока это не было приказом Всевышнего, пока не было фактом принятия Ермани Бес, который был союз, заключенный с Богом, пока этот союз не состоялся, все их принятие, все их соблюдение, оно было другого уровня. И поэтому после принятия Торы вся их посуда уже не кошерная, потому что в ней ее нужно было окунуть в микву, ее нужно было, все их, то что они резали мясо кошерным образом, он стал не кошерным образом. Потому что для себя это было беседа, нормально, но для них уже не нормально, то что они делали до получения Торы и после, это две большие разницы. До получения Торы, то что они делают, это считается большим, большим, большим делом, но оно не является заповедью, и оно не может вывести соблюдение до получения Торы, как соблюдение после получения Торы. И здесь мы приходим к ответу, что действительно у них не было кошерного мяса. Как бы кошерно они его не зарезали, как бы кошерно они его не сделали, до получения Торы они всего лишь люди, которые собираются образно принять гиюр, которые собираются принять еврейство. Даже если они приняли на себя это еврейство, это другой уровень служения. И после дарования Торы служения, которое было до дарования Торы, недостаточно, приходит новый этап служения. Именно поэтому мы отвечаем на вопрос о молочных продуктах, что именно кушают молоко. Да, именно молочные продукты, они были тем, кто можно было быстро приготовить, пока у них не было кошерной пищи. Еще одна вещь, которая важна, я хотел рассказать про молоко, почему именно молоко и как молоко удостоилось такого. Интересная вещь, что молоко это тот продукт, молоко это тот продукт, который полностью перерабатывается. Не в организме я имею ввиду полностью перерабатывается, а вообще это продукт, который нету отходов. Что значит нету отходов? Из молока можно делать все, сметану, творог, все что угодно. Даже сыворотка является полезной, его можно пить. То есть это нету безотходное производство, как мы говорим. То есть это вот то же самое есть в Торе, что в Торе все, что построено, оно безотходное, оно для какой-то цели. Нету вещи, которые сделаны без цели. И поэтому это тоже очень большой символ именно молоко. Еще один символ, который молоко, да, это молоко, это такая интересная вещь. Люди, которые, женщины, которые кормят, они знают, что чем чаще ты кормишь ребенка, тем чаще, больше молока к тебе приходит. Это и молоко имеет белый цвет, и поэтому оно называется в Торе, в Кабале, оно называется хесед. То есть она приносит хесед, это свирата хесед. То есть это хесед, это милосердие, милосердие, я не знаю, как это точно привести, милосердие это недостаточно, это хесед. То есть это то добро, которое спускается сверху, да, и как мы знаем, что когда человек творит добро, оно только пребывает и пребывает. Чем больше он делает добрых дел, тем больше у него появляется этого, образно скажем, молока. Да, чем больше ты доишь корову, тем больше она молока дает. Вот, вы знаете, на самом деле есть люди, вегетарианцы, которые не кушают тоже молочное. Спрашивают, почему не кушаете молочное? Потому что они говорят, это мы так приучили корову. Если бы мы не доили корову, да, то и молока бы, они бы не давали столько молока. Чем чаще ее дуешь, тем больше молоко оно дает. Вот, мы мучаем его, это как бы животное. Самое интересное, что, кстати, я тоже это говорил, еще ни один человек не придумал машину, в которую засовываешь сено, а выходит молоко. Да, то есть, молоко это особый продукт, да, который Всевышний сделал, сотворил. И молоко является тем прообразом того же Хаседа. Есть еще одна интересная вещь, что молоко можно привести в очень интересный пример на Хаседут. Что значит пример на Хаседут? Есть такая история, понятно, что это такая быль, то есть, это не то, что реальная история. Мы приведем такой пример. Представьте себе, был человек, который всю жизнь занимался молоком. То есть, у него была ферма, да, и он, как бы, было много, то есть, молока, и он это молоко продавал. Ну, он жил как-то отдельно, он не знал, что с молока можно делать еще сметану, творог и все остальное. То есть, скажем, если у него кислое молоко, он, наверное, его выливал, он не знал, что можно делать там творог и все остальное. Вот, как вы знаете, что большинство продуктов, которые мы делаем, это от бедности или не хочется выкидывать, и получается новый продукт. Мне просто интересно, как впервые появился творог, да? То есть, люди, наверное, сделали молоко, оно прокисло, им было жалко его выкидывать. Они начали, наверное, цедить вот эти кучу и кушать. Ну, это как пример, я не знаю, как появилось молоко. Вот, и вот он занимался молоком, и как-то он пришел кому-то в гости, ему дали попробовать сметану, масло, там, сметану. Он говорит, а что это такое вкусное? Говорит, это сметана, а из чего она делается? Из молока? Он говорит, как из молока? Он говорит, я всю жизнь пью молоко, я работаю молоко. Молоко это моя специальность, да? Как может быть в молоке быть сметаной? Они смеются, говорят, ты что, возьми литр молока. В каждом литре молока есть определенное количество грамм сметаны. Если взять и обработать это молоко, да, если его сделать через сепаратор, пропустить все, то отдельно выходит сметана, отдельно выходит молоко. И это примерно хасидут. Есть люди, которые очень много учат Торы, очень много учат Торы. И они говорят, я, Тора, это моя жизнь, зачем мне нужен хасидут, что такое хасидут? Я первый раз слышал о хасидуте, ну, так образно я говорю. Вот, Тора, я учу много Торы, я учу Талмуд, я учу Мишну, я учу много Торы, много открытой Торы, ну, там, говорит, какой хасидут? И говорит, вот в этой недельной главе нашей праздники, что вот, пишется этот хасидут, это пишется, это сокрыто. Он говорит, где это сокрыто? Ты говоришь, вот в этом молоке. Это пример, да, что можно много учить Тору, но если ты хочешь, чтобы в каждом литре молока, в каждой капле молока содержится немножко сметаны. В каждой букве Торы, в каждой фразе Торы, в каждой главе Торы содержится хасидут. Этот хасидут, это как сметана, если ты его оттуда соберешь, как это делают наши Рабеи, как это делал Балшемтов, и собираешь это, то это особый продукт, который является тем же самым молоком, но это особый продукт, особая Тора. Это такое удовольствие особое. Так мы видим примерно молоко, так мы видим пример в нашей недельной главе. Это не в недельной главе, так же мы видим в этом нашем празднике, сегодняшний год, что есть большая связь между хасидутом, есть большая связь между праздниками Шавуотом, между Гьюром, и вообще большая связь, почему мы кушаем молочные. То есть этот обычай кушать молочную продукцию, молочные продукты, не просто так он укоренился в еврейской традиции. Поэтому, дорогие евреи, дорогие друзья, я поздравляю вас с этим великим праздником. Я думаю, что там, где вирус, там, где есть еще карантин, вы сможете открыть и прочитать 10 заповедей в этот день. Хорошего вам праздника, принятия Торы с радостью и глубоко вовнутрь, как мы говорим, чтобы это не было поверхностное принятие, потому что Торы это наша жизнь. Еще раз всех с праздником, дорогие евреи.